Доброе утро! В эфире новости на телеканале Катунь24. С вами Анна Алымова. Перейдем к выпуску. У российских отцов появился свой праздник. Президент страны Владимир Путин подписал указ об утверждении Дня Отца. Документ опубликован на портале правовой информации. Как говорится в пояснении к приказу, это сделано для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Идея об утверждении праздника появилась еще три года назад, но к ней вернулись только сейчас. Теперь День Отца будет отмечаться каждое третье в воскресенье октября. В 2021 году это 17 октября. 865 осужденных в исправительных учреждениях края с сентября начали получать школьное образование. Причем речь о совершеннолетних осужденных. Работе с ними 45 лет посвятила учитель математики Надежда Павловна Липник. О трудовых буднях педагога в нашем сюжете. В 1975 году выпускница Барнаульского пединститута Надежда Липник начала свою карьеру в небольшой школе станции Смазнево. Отработав три года, решила перейти в профтехучилище, но испугалась поведения молодых студентов. Следующие полгода провела на заводе Трансмаш и только после этого оказалась преподавателем в колонии. Говорит, помогла случайность. Без такой от родной сестры, что в Зминогорске, в колонии строгого режима, нужен математик. На что я сестре отвечаю, что город Зминогорск найдет учителя математики. Полгода она так эту информацию до меня доносила. Ну, в какой-то момент школа победила. Но я ехала в Зминогорск, абсолютно осознавая только то, что математика, ну, не важно, где вести. В коллективе 26-летнюю коллегу встретили тепло. Советовали, как держаться с непривычными учениками. Свой первый урок в школе строгого режима Надежда запомнила на всю жизнь. На молодую учительницу пришли посмотреть даже те осужденные, которые не учились. Ну, находила какие-то в себе силы уже не смущаться. И на некоторые такие вызовы со стороны учеников достойно отвечать. С августа 1981 года Надежда Павловна перешла в новое заведение. Сейчас это филиал Барнаульской вечерней сменной общеобразовательной школы номер один. По российскому законодательству осужденные, не достигшие 30 лет, обязательно должны получить основное общее образование. А те, кто уже превысил этот возраст, обучаются по желанию. Надежда Павловна очень хороший преподаватель. И столько времени она отдавала себя всем. Столько народу, столько осужденных помогла выучиться, понять. Много кто и справился, и не вернулся сюда. За долгую педагогическую жизнь Надежда Павловна лишь однажды пропустила День знаний. В прошлом году она ушла на самоизоляцию по возрасту. Хотя и дома учительница не скучала. Осваивала новые компетенции на онлайн-марафонах. Но разрешение на очную встречу со своей школой, коллегами и учениками ждала с нетерпением. Артем Тарасов, Иван Сухасыр. Новости. Бийскую детскую и центральную библиотеку Рубцовска модернизируют в следующем году. Учреждения стали победителями конкурса на создание модельных библиотек. На них выделят 15 миллионов рублей. На эти средства закупят современное оборудование. За счет местных средств в библиотеках проведут капитальный ремонт. А на деньги краевого бюджета приобретут новые здания в книжные фонды. Кроме того, появится удобная и мобильная мебель, которая может использоваться для различных нужд пользователей. А сотрудники пройдут обучение и овладеют новыми профессиональными навыками. Таким образом, модельные библиотеки станут интеллектуальными и образовательными центрами городов. Первых лебедей заметили на Бии в районе Наукограда. Появление птиц в октябре – явление редкое и необычное. Но орнитологи отмечают, что птицы ориентируются на погодные условия, а не на календарь. Так что вполне вероятно, зима будет ранней. Лебедей заметили в районе понтонного моста. Около 10 птиц проплывали совсем рядом с проезжающими по переправе автомобилями. Очевидцы засняли пернатых на видео и выложили в социальных сетях. Добавлю, в Сибирь лебеди возвращаются с Салехардской тундры, с уже окрепшим молодым потомством. В наших краях они зимуют на водоеме недалеко от поселка Молодежный. На этом у меня все. Эфир телеканала продолжат мои коллеги. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин